13 января в Славянском краеведческом музее открылась выставка карты и схемы города. Благодаря представленным экспонатам можно проанализировать, как развивался и менялся Славянск. Это подарок нашему городу, потому что здесь представлены мапы, которые есть с грифом «секретно», но фахивцы нам позволили выставить эти мапы. И мы можем видеть, какое наше место было, как планировалось, потому что не все карты есть документы, которые рассказывают историю, а история в мапах – это, что планировалось сделать. Так что я хочу передать слово нашему куратору этой выставке, Гайовому Александру Михайловичу. Будь ласка. Мы открываем выставку, которая присвячется, как изменилось наше место с временем. Как выявляли митцы, архитекторы, как они выявляли себе место. Особенно после Второй войны. Место было порушено. Отбудовалось. Были проекты отбудования города. Они изменялись с временем. Смаки изменялись. Плани изменялись. Можно посмотреть на этих планах. Это у нас первый план с 1945-го, 1946-го, 1948-го года. С 1950-го, 1960-го года. Можно посмотреть, как выявляли митцы, сучасные архитекторы. И как оно сейчас. Можно посмотреть на этих планах, как оно изменилось. Как желали менять место. Что удалось, что не удалось. Ну и сейчас можно посмотреть на последние планы. Это у нас 20-й год. Тоже можно посмотреть, как изменилось место. И как хотелось менять это место. А 1945-й год – это старая карта, так, наверное? Нет. Найстарая карта у нас 1877-го года. Это план с штатного города, Министерства Славянска, Харьковская губернія, Узюмского уезда. Это у нас есть оригинал. Тут копия есть, конечно. А планы и карты 1945-го, 1946-го, 1948-го года, 1950-го, 1960-го года и 2000-го года. Чи долго сбирали эти карты и схемы? И где сбирали? Собственно, мы начали сбираться из отдела архитектуры. Нам передали десь в конце 90-х годов. И в них там уже не нужны были. Нам передали. Ну, естественно, мы, как хранители истории, у нас не сохранилось. Часто выставляете такие? Это первый раз. Это дом, улица Комунарёв, это дитячий садок Теремок, это строительство старенькое, как называемое. Вот это внутри стационарных техники. Вот этот дом, улица Комунарёв. Вот это весьма школа. После войны. Вот это уже выгодували весьма школа. Вот это вот. Нет, это дом на Розе. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Впереди еще много интересного. Субтитры создавал DimaTorzok